Иван Савич Кедровский, обновленческий правящий митрополит всеми православными церквами в Америке, биография, окончу Одессу и духовную семинарию, после окончания Московской Духовной Академии со степенью кандидата богословия в 1902 году командирован в Америку для завидования духовными школами, на Аляске был женат, у него было два сына, в Чикаго был рукоположан в Сан-Диакона, затем священника, много лет служил приходским священником в разных местах США, был настоятелем прихода в Братстве Святых Апостолов Петра и Павла в Детройте, основанном в 1907 году, после того, как в России развернулись события 1917 года, начал активно выступать с критикой своих епископов, в том же году он и протеерей Владимир Александров были главными организаторами Федерации Духовенства и Мирян, провозгласивший себя независимо от имперских директив и законов. 27 января 1918 года Иван Кедровский подвергся запрещению священнослужений со стороны епископа Александра и уволенной состава православной, российской миссии в США. Вопрос о приезде в СССР бывшего протеерей Иоанна Кедровского специально рассматривался на заседании ИАРК. Кедровский был принят в СССР как участник обновленнического собора 1923 года. От 8 до 9 октября того же года была совершена хиротония женатого священника Иоанна Кедровского воепископа Аляскинского. Хиротонию совершали Виталий и Александр Тайна при закрытых дверях в Сокольнической церкви Москвы. На заседании обновленческого синода 16 октября того же года возведен в Санархии епископа и митрополита и был послан в Америку иностранным отделом обновленческого церковного управления. По прибытии в Америку он, являясь представителем живоцерковников, прежде всего объявил себя главой всей североамериканской епархии. Кроме этого Кедровский повел решительную борьбу против митрополита Платона, который неоднократно высказывался против большевиков. Представителем Великой Первой СССР Республики номер 270 Лондон, Англия ОГПУ, угрожая репрессиями, потребовала от патриарха Тихона смещение митрополита Платона и вызова его в СССР. Для церковного суда, 16 января 1924 года патриарх выпустил подобное распоряжение, однако вопрос о преемнике митрополит оставил открытым. В этих условиях митрополит Платон остался управлять епархией и не подчинился указу из Москвы. Всеамериканский собор, состоявшийся 19 апреля 1924 года в Детройте, не подтвердил права за Ираном, а оставил звание правящего епископа русскими православными церквами в Америке за митрополитом Платоном впредь до созыва Всероссийского собора. Тогда Иоанн через суд предъявил митрополиту Платону иск на церковное имущество, принадлежащее русской православной церкви и сумел представить дело так, что американский суд принял Иоанна за подлинного представителя высшей церковной власти в США и стал на его сторону, а прав митрополита Платона на представительство русских церквей и не признал. В своих письмах в обновленческий сенот Кедровский прямо просил о содействии ему со стороны советских государственных органов, в частности Е. А. Тучкова. В письме про Тодиакону Сергию Доброву в конце 1924 года он писал «Дорогой мой, убедите С.В. Сенот настойчиво упросить, кого следует о документах от Тихона и о субсидии, кроме того, нам необходимо сюда людей, правительство могло бы на свой счет командировать сюда вас и еще двух-трех энергичных деятелей, дав им содержание, бой требует воинов и средств. Я до сего времени ни полусловом не заикнулся об этом, думалось, что пройдет так, но сейчас вижу, что защита имущества была успешней до моего посещения Москвы». Подобные просьбы содержатся и в рапорте Кедровского С.В. Синоду. Он просит при помощи власти получить от патриарха Тихона документы о низложении митрополита американского Платона и о подтверждении его собственных прав, данных обновленческим синодом. Для расширения своей работы 15 июля 1924 года Кедровский совершил наречение его архиепископа западных штатов Аляски и северо-западных территорий, Канады своего единомышленника Протеерея Владимира Александрова, находившегося в составе российской миссии в США еще с 1895 года. 2 мая 1925 года Протеерея Александров был вызван в Москву для Хиротаниева епископа Аляскинского. Присылаемые в Москву письма Кедровского обновленцы действительно передавали в различные советские инстанции с просьбой о содействии в решении важной, государственной задачи – получения имущества американской миссии в свои руки. Так, например, в своем письме в Овцык от 18 февраля 1925 года архидиакон Добров указывал на то, что «получение требуемых Иоанном Кедровским документов об устранении Платона от управления миссией и запрещении его в священнослужении Б.П. Тихоном должно иметь весьма важное значение и не только для православной церкви, но и для правительства СССР». В своей борьбе за овладение церковной собственностью в США Кедровский сумел достигнуть определенных успехов. Согласно списку, переданному Тучкову обновленческим синодом 5 апреля 1925 года, в североамериканской епархии прибывало пять архиереев, обновленцев – архиепископ Иоанн Кедровский, епископ Сан-Францисский Николай Соловей, епископ Петцбургский Стефан, епископ Филадельфийский Адам Филипповский и епископ Бруклинский Ефимий. За 14 лет судебных тяжб, ведшихся Кедровским, обновленцы получили в свое пользование в Америке несколько десятков церквей, а с 1926 до 1943 года в их видении находился Кафедральный собор святителя Николая в Нью-Йорке, скончался 16 марта 1934 года в Нью-Йорке, похоронен в Нью-Йорке на кладбище Вудлон в Брунксе. Новым управляющим обновленческой североамериканской епархии был избран его сын Николай, который, так же как и его отец, стал женатым архиереем.